Добрый день еще раз, это снова Курящий из окна, и, наверное, сегодня я запишу еще одну маленькую и вторую тоже серию по магике. Мы, наконец-то, пережили первую серию, в которой было очень темно, некрасиво и вообще, и, наверное, в этой серии у нас будет все ярко и хорошо. А сзади играет какая-то странная музыка, чем-то мне напоминающая музыку из серии Sims. По крайней мере, третьей части этой игрушки, хотя я не видел ее уже давно. Ладно, пробуем поиграться, времени у нас уже стало немножко побольше, сейчас 8 вечера. На обработку одной серии у меня уходит примерно час с лишним на заливку на YouTube, так что... Если сегодня эта серия появится, то появится она уже ближе к ночи. Надеюсь, вам что-то нравится, а сейчас я буду немножко обсуждать то, что происходило и происходит. Давайте говорить с разными людьми. Любопытно, что за этой дверью? Наверное, я уже никогда не узнаю. Ну, а мы-то узнаем. У нас стоит камешек. Причем целых пять. Бабах. На дверью был сундучок, в котором был посох белого мага. Что он дает? Изначально белый волшебник не был белым, но как-то раз вернулся... Увеличивает радиус освещения. Свет вызывает у врагов страх. Да, я, кстати, уже заметил, что первую серию пересмотрел, и там я очень много читаю, но... Мне кажется, это немножко полезно, потому что русской озвучки нету. Я хоть как-то могу отыграть за русскую озвучку. Единственное, плохо, что сейчас во вторую серию у меня уже язык немножко заплетается. Теперь двери нет, и тайны тоже нет. Пусто на душе. Убить тебя, что ли? Пусто на душе. Так не живи. Надо радоваться. Что-то такое-то живучее, а? Я бы был такой живучий, если бы у меня было пусто на душе. Соединяя лучи заклинания, не успел. Да ладно. А эти старцы чего у нас делают? Ах, молодость, молодость. Помнится, спасала я как-то раз мир. Весело было, ничего не скажешь. Не надо со мной дальше разговаривать. Я знаю, вы это никогда не остановите. Ты совсем в маразм впал. А, это не мы говорим, это он говорит. Хватит со мной говорить. Да, этот посох у нас... ...вступает так. Ну, сейчас у нас светло, поэтому ничего не заметно. А мы бежим вперед и смотрим, что у нас тут будет дальше. Как всегда, один спам. Правильно. Я бы тоже так сказал. Ты что? Зачем ты мои... ...мишени разломал? Ну что ты наделал? Как мне теперь быть? Правда, как-то немножко... ...вроде стимовская версия, нормальная лицензия, купленная. А этот персонаж говорит то, чего мы еще не сделали. Ну, соответственно, будем делать тогда. Пять молний. Ага. Слишком далеко встал. Ну ладно, не хочешь, не надо. Давайте ломать их камешками. Просто вроде их можно разломать все за один присест. Пять тысяч урона. Пять тысяч урона. Что ты мне теперь на это скажешь? Скажешь мне то же самое. Наверное, в принципе, не было вариантов, чтобы хоть кто-то из бета-тестеров этой игры сначала не сломал мишени, а потом поговорил с ним. Наверное, все сначала ломали мишени, поэтому так и сделали. Да, сюда мы идти не можем, значит, идем наверх. Изучаем. Грибы. Грибы мы есть не можем. Это, конечно, печально, но не очень. Мы и так веселые, даже без грибов. Только гоблины-следопыты стреляют так метко. А, это вы. Вам давно пора двигаться на север, заодно шаганете тамошний гоблинов. Еще ты мне что-нибудь скажешь? Скажешь ты мне то же самое. С лосем мы поговорить можем? Околевшая лось. Оживлять мы его тоже не сможем, насколько я помню. Да, не сможем. Придется лежать тебе мертвому. А спалить мы тебя сможем? Спалить мы тебя не сможем. Ну, а тебя, дедушка, я пожалею, пожалуй. Хотя как-то странно. Я думал, что нам будет что-то даваться за то, что... Вернее, не нам даваться, а нас будут бить за то, что мы будем бить кого-то хорошего. Но, видимо, нет. А вот сюда, кстати, когда я первый раз проходил, поперся самостоятельно. И сюда нам надо переться. Здесь будет что-то интересное. Надо пользоваться заклинаниями, использовать их не только для битвы, а... И просто для удовольствия. Ну, вот сейчас я утону, естественно. Забыл, что лед еще и скользкий. Ну и откуда нас запустят сюда? Поражение геймова. Точка сохранения у нас, по-моему, была довольно далеко. Да, блин, точка сохранения у нас была аж здесь. Ну и чего мне снова брать все это? Блин. Ну ладно, придется так мучиться. Вот я уже говорил, что точки сохранения у нас расставлены очень неудобно. Ну ладно, сейчас мы это все сделаем по-быстрому. Блин. Да я помню, что гоблины следопыты. Мы их убьем всех. Дедушка, пусти меня. Дедушка Мороз. Борода из ваты. Да, сейчас будем использовать нашу заморозку более правильно. Потому что до этого я ее пользовал как чисто такую заморозку. А надо ее пользовать как окружную заморозку. Вот так вот. Скользим. Замораживаем. 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 Добегаем. А тут у нас что? А тут у нас снова труп. Труп, видно, сверзался вот отсюда. Бедняга Боб Слейк. Он так и не сумел владеть дело с сыром. Но, по крайней мере, не дали нам дочитать. Вы освоили магику? Жир! Магика жир у нас чего делает? Камень. Жизнь. Ну, магика жир у нас дает поджечь землю более активно. В принципе, нам это сейчас не надо, но пригодится. Потом. Единственное, как вот залезть наверх этой башни, я пока что придумать не могу. Мне кажется, что мы туда можем. Но вот как именно, непонятно. Ай! Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай! Вода-вода-ва-да! Да ё-моё! Это уже неинтересно. Странно, я вообще себя успел потушить, но вот, видимо, он не успел на это отреагировать. И в третий раз закинул старик Невод в море. Бежим еще раз. Последний. Я уже чувствую, что вы думаете, что я такой немножко дебил. Но это просто мне весело. Я немножко отвлекаюсь на то, чтобы комментировать эту игру. Поэтому вот у меня так и выходит все это. Давайте еще чем-нибудь разрушим эти ворота. Мы их рушили уже тремя разными способами. Камнем, огнем и молнией. У нас, в принципе, есть еще сколько? 8 минус 3 это 5. Еще 5 вариантов, кроме щита. С щитом мы не сможем, значит 4. Да, все-таки надо магику спешку изучить, а то без нее как-то грустно. Молния, энергия, огонь. Молния, энергия, огонь. Да, побежали отсюда. Добежали называется. Хватит со мной говорить. Молния, энергия, огонь, пробел. Да, последний раз мы будем пытаться сюда пойти. Если не получится, то мы его нафиг, соответственно. Но мне кажется, мы до сюда дойдем. И пройдем нормально. Главное успевать, то я все время забываю, что он скользит, блин. Да, прошли все-таки. Немножко по воде прошли. Снова погрустим насчет этого товарища. Но грустить мы о нем будем недолго. Мы о нем уже один раз грустили. Снова мы освоили магику жир, но на этот раз мы уже не будем ей пользоваться. В принципе, там есть выбор игры за персонажа, который такой большой, толстый и очень сильный по хп. В испытаниях я любил за него играть, но у него жизнь очень медленно восстанавливается и сама по себе. Так что сейчас, ну, в принципе, он еще бегает довольно медленно, поэтому я решил поиграть пока за этого персонажа. Но если что, можно будет поиграть за другого потом. Насколько я помню, можно по прохождению менять. За кого ты играешь? Если я не ошибаюсь. Если я ошибаюсь, то поправьте меня. А, ну, 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 чего мы здесь выйти-то не можем? Почему мы в березку тыкаемся? Блин, а. Ладно, сейчас мы заморозим все озеро. Да, все-таки вышли отсюда. Сюда я не могу и с этого конца почему-то зайти. А здесь, кстати, книжка есть. Мы сюда по-любому смогли бы попасть как-то. Почему не можем? Может, у меня магия какая-нибудь есть? Спешка, жир. Вылет на рабочий стол. Конфьюз. Магия, щит. Молния. Магия, щит. А, подожди. Магия, щит. Да е-мое. Магия, щит. Молния. Во. Не понятно, что сделала эта магика, так что, вложив комбинацию стихий для магики, вы не обязаны пользоваться ей. Вам по-прежнему доступны обычные стихийные заклинания. Да, но, видимо, я сюда не смогу попасть. Видимо, я тупой немножко. Но всегда такое бывало. Мост сломан. Волшебники плавают как топор. И с этого конца я сюда тоже не попаду. Ладно, не буду я мучиться. Пойду обычным путем. Да, здесь можно уже замораживать чисто по игровой индустрии, по игровой механике. Как здесь пройти-то? В принципе, я думаю, был бы у нас телепорт. Мы бы, естественно, прошли. А так вот, телепорта у нас нет. Контрольные точки. Читать я это не буду. Это лишние полминуты потерянных. Но, в принципе, мы здесь будем восстанавливаться, если нас побьют. Меня укусил человек в черном плаще. А! По телу разливается слабость. Лучше мне прилечь и отдохнуть. Хм. Мы тебя сможем оживить? Видимо, нет. Наверняка врет. Наверное, он с похмелья лежит, поэтому мы его оживить не можем. А что-нибудь спереть мы у него можем? А! Пусть капитан Бьерн не тревожит севернуюсь после обеда. Точно пьяный. Ха-ха. А, только сейчас понял. Человек в черном плаще. Это же наш учитель, Влад. Снова над ним степ. О! Нам дали какую-то синюю бабочку, которая не умеет писать по-русски. Это плохо. По-моему, она нас может один раз оживлять. Ну ладно, сейчас посмотрим. Хм. Да, время у нас еще есть, так что пойдем вперед. Музыка веселая, под нее хочется хорошо говорить, как и в Plants vs. Zombies. Эй, да ты не как волшебник, тут у меня в подполе крысы завелись. Я не богат, но уж пару монет, что-то там. Раконшолоп. Зырите сюда, балахоны. Геттих. Геттих. Давайте побьем их. Будем их бить по одному. Что, бабушку не задеть? Ну, бабушку мы, похоже, все равно заденем. Мне так кажется. Так, этот труп... Нет, это не труп. Давайте тогда... Магией с огнем будем их бить. Да, эти слабенькие, они совсем слегка бьются. Я уже не замечаю, чего я беру в руки. Да, это я хорошо себе сделал. Быстро восстанавливаемся, тушим себя. Но снова поджигаем себя. Да е-мое. Мне казалось, если я себя замочил, то, соответственно, я мокрый. Ну вот я мокрый. Listen, maybe I can cast spells... Что-то там. А. Все равно. Что-то я не понял. А, ну вот, теперь мы сухой. Сушитесь с помощью стихии огня. Ну вот, я и высушился. Что ты мне скажешь, добрая тетя? Вот, спасибо. Теперь крысы кажутся парой пустяков. Но уговор есть уговор. Я бы тебе дала монетку-другую. Да куда же ты ее в этой игре положишь? Стало быть, не дам. В принципе, абсолютно правильно. Видно, денег у нас здесь нет. Ха-ха-ха. Куда бы еще поганый восклицательный знак пристроить? Это вообще классно. Это мне нравится. Болтается, как привязанный. Все-таки разработчики были люди. С душой. Можем мы здесь что-нибудь сделать или нет? Еще. Вон, дровишки можно поджечь. Подожгутся? Не, не подожгутся. Хей, лисни. Хватит со мной говорить по-английски. Я не знаю английского. Вернее, знаю на школьном уровне. Лондон is the capital of Great Britain and Northern Ireland. Реодиард Киплинг was born in Bombay, India. His father was a professor who was worked there at the time. Еще могу про Лену Стогову, но про нее мы мало учили. Вы заполучили ценную вещь, посох жизни. Что она делает? Ага, действия, воскрешение, свойства, аура, восстановление жизни. Вот это хорошо, это нам полезно. Я думаю, нам это пригодится лучше, чем замораживающий. Да, снова эти товарищи. И будем мы в этот раз мочить их магией, молнией и заморозкой. Наверное. А, пауки замочили наших троллей. А мы уже, соответственно, замочим пауков. Да. В принципе, магия-то у меня тут была лишняя, мне бы вполне хватило и просто. Заморозки. С молнией. Ну, раз уж так, то, наверное, так. Здесь у нас никаких секретов нету. Да, кстати, магию спешки я уже выучил. Она делается довольно легко и запоминается довольно легко. Это довольно хорошо для нас. Быстро бежим. Ищем чего-нибудь на свою... На свое мягкое место. Снова спешка. Эх, крепко я того тролля приложил. Серьезно? А по мне так ты камень бросил. Да и сделал ноги. Эй, что может быть страшнее, чем тролль, который хочет пнуть тебя? Снова они какую-то фигню молят. Милят. Как вы с ними поговорите? Не хотите вы со мной говорить? Ну и фиг с вами. Идем дальше. С этими я тоже говорить не могу. Штатные армейские палатки. Чем они занимаются там со штатными армейскими женщинами? Бьерн. Приветствую. Звать меня капитан Бьерн. Храбрый. Мы пришли сюда, что-то там. О! Голодный лесной тролль. Вы боги праведные, лесной тролль. Давайте мы его будем мочить, пока он никого не замочил, а? Ну как-то мы его неправильно мочим. По-моему, сейчас половину стража замочим такими темпами. Да. И сами еще замочимся. Останавливаемся. В принципе, его надо камешком бить. Камешек его хорошо бьет. Давайте мы его заморозим. Ну, в принципе, и стражу можно заморозить тоже. Ну вот, теперь камешком. По голове. Булт их. И все. На полму капитана у нас все равно замочило. Да, стражей мы. Выздоровеем. Мы ж добрые. Не успел. Я все пропустил. Битва прошла без меня. О нет! Капитана пришибли. Отправляйся в Ховиндер. Главное, пройдите через восточные ворота, а потом держите путь на север. Идите. Гоу. Гоу. Пошли. Не, все-таки я вас вылечу. Интересно, кстати, молния с жизнью. Она... Восстановит всех или убьет всех? Хм. Нет, это была не молния. Вот молния. А странно, кстати, что-то молнии он не умеет массово лечить. Обидно. А тебя, как труса и предателя, я немножко покалечу. Вот так вот. Ну да ладно. Этап завершен. Или завершен. Но это как запасный и запасной выход. Глава 2. Атака гоблинов. Юные волшебники отправились в далекий путь. Сквозь лишения и невзгоды их вел красавец Влад, который, разумеется, вовсе не был вампиром. Пройдя свой путь едва до половины, они подошли к сумрачному лесу Форнсгогур, в котором явно таилось зло. Совет. Не пейте за рулем. Классно. Мне это нравится. Ну и в принципе, мы играемся уже 18 или 19 минут. Сейчас, по-моему, мы встретимся с Владом. Если я не ошибаюсь. Похоже, без гоблинов тут не обошлось. А, ну вот и Влад. Раньше гоблины не смели нападать в открытую. Лучше быть настороже. Впереди первая деревня на пути в Хавидор. Жители не отличаются дружелюбием, но вы уж будьте с нею полаской, и в конце концов, они нас кормят. Точно укусил засранец. Интересно, кстати, если он мертвый, как на него действует наша аура жизни. В принципе, если его начать лечить, он помирать не начнет случайно? Нет, не начнет. Кстати, опять-таки интересно, что будет, если я убью Влада в самом начале игры. Абсолютно непонятно. Ладно, все, на этом я буду заканчивать, мне так кажется, а то я несу уже полную чушь. Вряд ли я сегодня запишу третью серию, потому что будет это уже поздно. Но может и сделаю еще, мне нравится эта игрушка. Ну а пока что, будут курящие из окна, смотрите, подписывайтесь. Можете еще денег посыпать немножко. Рубль два, три, пять, десять, можно сто. Все контакты на ютубе, под спойлером, где обычно показывается возраст. Ну а пока что все. Будут курящие из окна и пока. Пока.